Субтитры сделал DimaTorzok Сейчас только что заправился, за 5-15 злотых литр, вот, обналил счетчик и едем дальше. Приехал в Освенцим, такой вот городок. Субтитры сделал DimaTorzok Погодка все такая же, дождь, плюс 10. Еду на парковочку. Недалеко от этого музея. Вот приехал на свою парковочку. Колокола. Вот, доехал я вчера до музея Освенцима. Вход бесплатный, если до 10 утра. Вот туда вот нам нужно идти. Там была регистрация. Вот. Ну и пойдем туда. Вот это было здание приема узников. Там железная дорога. Это разные хозяйственные постройки были, бытовки. Вот это вот караульное помещение эсэсовцев. И вот ворота с надписью «Труд освобождается». Ну и здесь заключенные входили в лагерь. Ну а в этом месте был лагерный оркестр. Так сказать, встречали всех с музыкой. Вот, походил я по этим двум блокам. Внутри не снимал. Зрелища там, в общем, нет для слабонервных. Куча разных тонны волос, ботинок, зубочисток. Не знаю, всего-всего личных вещей узников, которые отбирали эсэсовцы, сортировали. Будем продолжать наш осмотр. По периметру вышки, вышки. По периметру вышки, вышки. По периметру вышки. Комната старшего паука. А в этом блоке ставили медицинские эксперименты. Ну а здесь проводили расстрелы. Вот такой забор по периметру, перед этим была тюрьма. Двойной завор с корючей проволокой под током и бетонный завор с током. Дано. Здание снаружи. По-настоящем. Готово. Позор Голики, который я не люблю, я живу. А здесь было так, и вообще тоже не интересно. Режим с паука. Просто поступали в курточку. И так далее хлеба приезжает под вкладом на это. По-настоящему. Доша. Покуплен. По-настоящему. Сейчас направляемся к выходу и поедем в сторону лагеря Аушвиц-2, Аушвиц-1 это вот этот лагерь, это место казарм польской армии, ну и плюс заключенные достроили стальные блоки, что было только половина Аушвиц-2 это самый-самый крупный концлагерь Вот, идем к выходу, к автобусу на Аушвиц-2, вы посмотрите сколько людей приехало Вот приехали в Аушвиц-2, это второй, самый большой концлагерь Ужездорожная ветка По которой привозили узников Вход Такой огромный Просто от нас Вот здесь все высаживались Вот такие вагончики были Руины бараков, бараков Вот в этих вот бараках помещалось до 700 человек, а то и более В каменных Потому что там еще дальше есть деревянные бараки Ну а там дальше разрушенные крематории Вот все руины И там же за ним пруд, куда скинули пепел Ну а там мемориал Масштабы, конечно, впечатляют Он просто огромный Просто огромный Дорожка, конечно, такая Грязь и месила Но вообще Тут, когда были заключены Грязь была вообще по колено Просто В прямом смысле слова Сейчас, может быть, там открыт барак Да, вот в барак Зайдем посмотрим Как там, что было устроено Вот сам барак Вот на такой полочке Шесть человек Вот печка Одна На весь барак Вот такой вот барак Лесенька Наверх Три евроса Еще одна печка Так, ну, будем выходить Сюда Сейчас пойдем К деревянным баракам Там Располагалось Четыреста человек Опять же, как минимум Деревянные бараки Зайдем посмотрим, что там Это они были позже построены Краменные первые Эти потом А, этот туалет Так, там был туалет А это уже барак Писал Да, ну, вот в таком бараке Четыреста человек И по периметру Опять же, вышки-вышки Так вот Все Будем Выходить Наружу На автобус И назад К бусу Ну, вот Приехал Вот такая вот парковочка Где я стоял сегодня ночью Мусорка Вот Ну, все Сейчас буду обедать И дальше Рвано Редактор субтитров